Особое мнение на 101FM Дальше, тем больше вообще возникает Все время какие-то изменения Все время какие-то нововведения Рейтинги, исправление ошибок Куда-то мы тянемся Что-то мы режем Но прежде чем вот к этим нововведениям Мы с вами перейдем Я все-таки думаю, что мы с вами обсудим тему Которая касается Касается Нашего города родного Мы знаем прекрасно, что на протяжении Уже-то теперь не первого года Происходят митинги родителей Которые требуют все больше садиков Хотя уже их построено Больше десятка За год И тут-то, конечно, никто не говорит Что с ними будет дальше Когда спадет эта демографическая волна И еще требует Мы знаем, что не обеспечены Не обеспечены абсолютно все дети Школами в доступе Во дворе, как раньше Неликвидирована вторая смена Неликвидирована вторая смена И по сравнению с нашей С нашим-то детством Когда на самом деле Многие ребята, я помню прекрасно Даже еще в моем детстве Ездили тоже в школы Куда-то там Но родители были рады Что школа есть Вроде бы все в порядке Воспринимали как должное Современная ситуация Когда человек Знает и понимает Свои права Она выливается Вот в такие Яркие требования Ну и город-то сам Город-то сам Новые вызовы ставит Мы же понимаем Что Киров Несмотря ни на что Он прирастает Прирастает населением Из деревень Прирастает населением Из районов Они все едут В город В центр В центре построено Достаточно много домов Многоквартирных Высотных Малогабаритных Зачастую Которые рассчитаны На молодые семьи И Этим молодым семьям Хочется водить Своих детей И в садик И в школу В доступе Во дворе Что называется А что у нас В доступе Во дворе В центре Практически Ничего не осталось И не оставляет Всех тем Тех земель Которые Вот они на виду Мы уже третий Наверное Год Третий год Разбираем ситуацию С площадкой Бывшей 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 территории Кватуки Росковоенное Авиационно-техническое Училище И импровизированные Разные опросы Мы проводили И Рассуждали здесь Со специалистами Что там должно быть И даже схемы Какие-то там набрасывали Но никто не говорит Что же там И когда появится Это вообще Тайна За семью Печатями Вот вы Анатолий Михайлович Может быть Вы что-то знаете Про это Ну я наверное Знаю не больше Чем вы Но я Слышал О том Что якобы Снова эта площадка Где 29 гектаров Земли Пытаются отдать Под застройку Жилья Конечно В этой ситуации Это была бы Трагедия для города Потому что Появилась уникальная Возможность В городе Решить сразу Несколько проблем Во-первых Расселить Школы В центре города Освободить В центре города Места для Будущих школьников А во-вторых Есть идея О том Чтобы на месте На этой территории На месте Бывшего вертолетного Училища Построить комплекс Школьных зданий Которые были бы Таким образом Выстроены Есть просто Такое предположение Что если мы С вами Переселим Из центра города Здания Или учащихся Экономика Правовой улицы Физико-математической улицы Гуманитарной гимназии Построим Для них там Соответствующее здание И построим Большую школу Для микрорайона А также Несколько Может быть Один-два Детских сада Организуем Парковую зону И я часто Слышал от Губернатора О том Что школы Современные Должны иметь Хорошее Спортивное ядро Зрительный зал Концертный зал То там Все это Можно организовать И в стране Появилось бы Это целый Образовательный Кампус Да Это целый Образовательный Кампус Целый городок И такой городок Будет единственный В России Насколько я знаю Таких мест нет Я Не удалось Вот в последние Тут месяцы Переговорить С несколькими Нашими Чиновниками И я Так сказать Зондировал В эту почву Ну пока Понять трудно Что Так сказать Голова У нашего У нашего правительства У остальных людей И Мне говорят Что эти здания Области не отдадут Вернее Область не отдаст Здание городу И так далее Но Впереди 650 лет городу И естественно Что правительство Готовит Какие-то планы Которые Как-то будут Наверное Увязаны С этой датой Так вот Почему бы Не включить Одним из Таких мероприятий Вот строительство Такого школьного Городка Это было бы Серьезное мероприятие Ну слушайте Подождите Анатолий Михайлович А названные вами Школы Это школы Которые обладают Передовыми Учебными технологиями Они являются Экспериментальными Лидерами И так далее Еще клон Забыли упомянуть Эти школы Они ведь находятся В областном подчинении Да Это областное подчинение Областная земля Городу и передавать Не придется Ничего В таком случае Городу передать Нужны только те здания Которые занимают Они сегодня То есть город А здания В которых сегодня Эти школы Можно было бы передать От области получат эти здания И второе И все они кстати В центре города Эти здания И дети школьники Города Кирова Будут учиться опять же Здесь же в Кирове Но только на других площадках И поэтому это Я считаю Что для города Это будет большим Очень серьезным Эта идея всерьез Где-то обсуждается Эта идея Я пытаюсь Вот как бы так сказать Понять Где ее можно Продвинуть За счет чего Но пока Честно говоря Не знаю Поэтому может быть Вот то что мы начали С вами передачу Вот с этого факта Может быть предложить Нашим слушателям О том что они Тоже высказали Свою точку зрения На этот вопрос И может быть Тогда удастся Нам как-то сдвинуть Это и привлечь внимание Властных структур К этому вопросу Вы знаете какая история Когда такие большие участки земли Вот в городе остаются И решается Что там будет То конечно неплохо бы И некоторые города Прибегают к этому Устроить всенародное Там обсуждение Чего там хотите видеть По нашему обсуждению По моему опыту Вот в этих эфирах Было множество просто Люди Однозначно Сходятся к тому Что должен быть Какой-то образовательный кластер Какие-то культурные учреждения Школы искусств И так далее Все вместе Должен быть парк Сад Вода Ну и еще Какая-то правильная логистика Потому что там ведь Надо разводить логистику Там необходима дорога Которая выходила бы Дело в том Что на эту площадку Три заезда С московской на лице Три заезда как раз Разные стороны Причем Нам показывали Что можно делать еще Там диагональную дорогу Чтобы разгрузить И прочее Я думаю Специалисты разобрались бы Хватит ли политической воли У руководства Чтобы обсудить Такой важный вопрос С населением Вот в этом Я пока не скажу вам точно Какова точка зрения Там наверху Хотя в принципе Политическая воля Но у нас не было Таких прецедентов Чтобы люди обсуждали Вот кусок земли Что на нем будет сейчас Большой Все бывает в первый раз Поэтому почему бы Не воспользоваться этим Так сказать фактом Представить конкурс проектов Ну да Это можно привлечь Пожалуйста Можно привлечь И специалистов Можно привлечь Просто таких людей А говорят ли вам на это Что денег нет На такие вещи На социалку Говорят Говорят Но я еще раз говорю Что у нас впереди 650 лет городу Киров И надо воспользоваться Этим моментом Если мы не воспользуемся Значит ничего не останется А это будет на века Такой Так сказать Шаг Такой поступок Поэтому вот Если бы наши слушатели Вот Анатолий Михайлович Чурин Призывает наших слушателей И нашей власти Обсудить наконец И решить вопрос И открыто Причем открыто Высказать Свои точки зрения Может быть мы в чем-то Не правы Это всяко бывает Но пусть выскажутся тогда Они сидят Вот так сказать Как собака на сене Ни себе Ни людям А сегодня вопрос Нужно решать уже быстро Да Вопрос стоит остро Обсуждать надо Прямо сейчас Анатолий Чурин Советник губернатора По вопросам образования Депутат областного Законодательного собрания У нас в эфире Это его особое мнение Мы слушаем Мы сейчас начнем Следующий вопрос Но через две минутки У нас будет перерыв Посмотрим Либо прервемся И продолжим Либо быстро прокомментируем Как уж вам понравится 1 сентября На носу Всем объявили Школьникам Детям Учителям Директорам Что вводятся ограничения На использование гаджетов С выходом в интернет Связано это С решением Принятым на общероссийском уровне Федеральные чиновники Считают Что возможность Выхода в интернет С личных гаджетов Причиняет вред здоровью Развитию детей И не соответствует Это задачам образования А что вы думаете По этому поводу? Ну вот вы уже упомянули Что мы свидели с вами Того что постоянно Что-то меняется Что-то, так сказать Исправляется Я считаю Что это очередная ошибка Почему? А почему? Потому что Понимаете Если сегодня Заставить школу И вот пойти По этому пути То мы с вами Порождаем Или этот шаг порождает Огромную массу Всякого рода конфликтов Например? Например Я родитель У меня сын Дочь Или внучка Там допустим Ушла в школу И я должен знать Где сегодня В современном мире У нас там будет С вами еще один вопрос О безопасности И я должен Я беспокоюсь За ее безопасность И ее лишили телефона Я не знаю Как с ней связаться Зачем мне это надо? А вопрос Заключается в другом Что школа должна Сегодня решать Как будет ребенок Пользоваться телефоном Внутри здания школы Она должна И наверное Такая традиция Уже сложилась Зачем нам Влезать в эту ситуацию? Ведь жили же до этого И не было таких конфликтных ситуаций Пусть Сама школа И определяет Как она будет Зачем навязывать Опять запретную Какую-то тему? Ну надо сказать Что во многих странах Этот вопрос Решается сейчас Законодательным путем И в европейских странах И в Америке Тоже Ну там штаты По отдельности Решают И действительно Это связывает С тем Что дети Абсолютно Перестают Искать информацию А получают Ее готовую В интернете Раз Не слушают Учителя Два А параллельно Работают В соцсетях Получая Всякие ловушки Там три Вот это вот Я вчера специально Посмотрел Вот эту информацию По разным странам Смотрел Китай В Китае С двухлетнего возраста Дети все Вооружены Уже как говорится Гаджетами Разного рода Гаджетами Я посмотрел В Англии В Англии все Дети пользуются Телефонами И другими гаджетами Я посмотрел По другим европейским странам В Латинской Америке То есть Сегодня мир идет Это же ведь Это лавина Ее нельзя остановить Это новое Что-то так сказать У нас появляется И мы сейчас будем тормозить Это мы Поперек Как говорится Та колода Зачем Поэтому я считаю Что не надо этого делать Тем более Это несет Очень серьезную Сумятицу В работу школ И нужно Самой школе Решать и определяться Как это будет То ли как В Финляндии Вот тут выступал Директор московской школы Который побывал Что дети в классе Кладут на полки Телефоны И берут при надобности То ли еще как-то Но запрещать Пользоваться телефонами Это На мой взгляд Это крайность Прервемся на полминуты Напоминаю Что Анатолий Чурин Находится у нас В студии Все-таки Пару вопросов Я еще по этой теме Вам задам Ведь Решение-то есть На федеральном уровне И кто-то его Должен будет исполнить Прервемся Хорошо Продолжаем разговор Это особое мнение Анатолия Чурина Советника губернатора По вопросам образования Депутата областного Законодательного собрания Вот я не зря вам говорила О том Что страны западные Давно этим озаботились Во Франции Например Уже с 2010 года Существует запрет На использование Мобильных телефонов В школах С интернетом А с 1 сентября Этого года Еще более Жесткие меры Принимаются Во Франции Запрещают приносить В учебные заведения Любые гаджеты Подключенные к интернету В список попали Не только смартфоны Но и планшеты С умными часами Руководители Лицеев Куда переходят Школьники старше 15 лет Будут решать Вопрос о запрете Гаджетов самостоятельно Вот они вот так Это дело разделили И кроме того Что задача стоит Помочь детям Сосредоточиться на уроках И научиться общаться Друг с другом Вы видели Что они на переменах делают Я вижу Чем занимаются Школьники на переменах Потому что у меня Дочь подросток Значит Чтобы общались Друг с другом И сократить Использование Социальных сетей Потому что мы знаем Прекрасно Как социальные сети Какие дают результаты Зачастую Трагические Трагические Интернет буллинг Существует И всякие там Киты И прочее И прочее В нашей стране Над этим Тоже задумались И все-таки Вышло такое распоряжение Кто и как Его должен исполнять Там рекомендательная Сторона Рекомендация Вот Москва Например заявила Что они не будут Этим заниматься То есть запрещать И поэтому Я думаю Что здесь Неоднозначное Такое решение Которое было принято Министерством просвещения И на мой взгляд Да Вот я согласен С французами Если Вот на самом деле Ведь и можно и у нас Телефоны без интернета Допустим Для связи А только об этом говорят Именно интернет Да Только интернет Ну тогда давайте Пойдем по такому пути Но дело в том Что это сразу быстро Не сделаешь Вот в чем вопрос То есть это надо Постепенно делать И потом с другой стороны Как контролировать ребенка То есть тогда уже Контроль тоже исчезает Контроль уже Невозможно По телефону Можно спокойно Контролировать ребенка По телефону можно позвонить Кнопочный Пожалуйста Ради бога Но сейчас видите Вопрос только в интернете Дети уходят в сеть Вот в чем проблема Насчет интернета Что могу сказать Во-первых Ведь главная задача школы Заключается в том Чтобы не заставить А побудить ребенка Учиться Значит именно школа Должна решать эту задачу Правильно Сегодня условия изменились Сегодня появились Как бы так сказать Соперники учителю Вот эти Те же самые гаджеты Но в том-то и дело Что сегодня учителя К этому никто не готовит Вот беда в чем Мы можем все что угодно Говорить Мы можем запретить Сегодня гаджеты Завтра еще что-то запретим Но если учитель Не готов работать В этой обстановке Это все будет бесполезно Да И вот теперь про безопасность Вы уже сказали Что мы будем говорить Про безопасность В российских школах И детских садах Усиливаются Меры безопасности Системы передачи Тревожных сообщений Должны быть установлены Во всех российских школах И детских садах Более того Большинство школ Подключат Систему видеонаблюдения Сигнализации Наймут сотрудников ЧОП Или в неведомственной охраны Оборудуют посты охраны Установят КПП Металлоискатели И так далее И так далее Такие правила Диктует постановление Правительства От 2 августа Почему это понадобилось Мы помним Череду трагических случаев Когда школьники Приходили И устраивали Практически бойни В своих школах Но у меня Интересует Вот знаете Какой вопрос В этих же статьях Которые ты читаешь В прессе Федеральной Специалисты Поясняют Почему такая агрессия В школьниках Развивается И что с этим Надо делать Эти самые специалисты Говорят о том Что В школах Катастрофически Не хватает Педагогов И специалистов Типа психологов Неврологов Специалистов По примирению По работе с семьей Но требования К увеличению Количества Или качества Этих специалистов В этом постановлении Нет Но есть требования Увеличить количество Там чоповцев Бабушек Убрать Например с КПП Лично у меня Возникает Какой-то Вот прямо Разрыв Между Фактами Этими двумя А вы что думаете Я вот прочитал Это постановление 1060 От 2 августа И у меня Видите Создалось такое Впечатление Что Виновата Во всем Ведь государство То есть Государство Расписалось В своем бессилии Обезопасить Вот эти наши Образовательные Учреждения Создать Безопасные Условия Для обучения Причем Как оно Хочет выйти Из положения Оно опять же Хочет выйти Из положения Не то чтобы За счет Бюджетных средств Создать все эти условия За счет Школьных средств За счет У школы Этих средств нет Они в бюджете Не заложены То есть Это все будут делать Родители За счет родителей То есть Это нечестно Во всех отношениях То есть Если ты Гарант безопасности Ты обеспечить Не можешь Тогда ты принимай Меры к тому Чтобы это сделать А если ты Так сказать Не в состоянии Ну тогда Извини Почему Кто-то должен За это Отдуваться Поэтому Вот это Первое Второе Почему Такая агрессия Сегодня у детей Пошла Ну вы уже сказали Но мне кажется В этом виновата Опять же Государство Оно не Не дофинансирует Образование И сегодня В школах По сути дела Выхолощена Воспитательная работа И это ведь Сказывается В целом Сегодня государство Запустило Средства массовой информации Прежде всего В телевидении Такие передачи Которые По сути дела Пропагандируют Жестокость Это идет На протяжении Уже многих лет Целое поколение Уже сегодня Воспитано Совершенно по-другому Вот они думают Когда на центральных каналах С утра до вечера Вот эти довольно Агрессивные ток-шоу Постоянно Да Идет А я не знаю Кто думает об этом Это никто не думает Оно же государство Каналы государственные Ну вот каналы государственные А вместо этого Значит мы получаем Вот такую Так сказать Антон Михайлович Объясните мне Они пишут в своих же статьях Что эксперты единодушны Я цитирую В первую очередь Нужно возрождать Комплексную медико-психологическую Службу в школах Которая бы работала И с детьми И с педагогами И с родителями Пока же на одного специалиста Школьного психолога Приходится несколько сотен участников Так чего туда-то Почему Вот туда Это же все упирается в деньги Это же все упирается в деньги Если бы финансировали Соответствующим образом Сегодня 3,6% Валового продукта Идет на образование Во всем мире Меньше пяти Про сути дела нет А в некоторых государствах Уже 7,10% Кстати у нас было В начале 90-х годов Тоже 11% Мы упали Теперь Вместо того Чтобы добавлять Все это сокращается Поэтому отсюда Попытки Вот такие Каким-то волевым решением Волевым таким путем Решить целые Серьезнейшие проблемы Они ничего не приведут Я более чем убежден И это же избыточное Причем вот я почитал Вот те меры Которые там Это же огромное Ну избыточно просто То, что они предлагают Это колоссальный труд Это надо проделать Я не знаю Просто Не заниматься ничем Только вот заниматься этим А когда Сегодня вот От начала учебного года Когда нужно Так сказать Заниматься совершенно Другими вопросами Они призывают Делать вот Вещи Которые К образовательному процессу Никакого отношения не имеют Да Переходим к следующим вопросам Которые у нас запланировали В Кирове Обсудили возможность Перехода на 12-летку В школах Я присутствовала На совещании Где обсуждался этот вопрос Это был клуб учителей Который ежемесячно проходит Туда приезжают учителя Заучи Директора Директора с разных школ Нашего региона И вот этот вопрос О 12-летке Вводить, не вводить И как ее вводить Он вызвал полемику Там действительно Разделились мнения Очень серьезно Звучало, например Такое мнение Что если будет 12-летка О мальчиках В основном говорили Вот как же он пойдет в армию Пойдет позже Позже начнет зарабатывать А когда заведет семью И прочее Почему-то про девочек Тут речь не шла Другое мнение звучало Что 12-летка Она ведь может сдвинуться В разную сторону Год прибавить В начальном звене Или в среднем звене Это большая разница И с одной стороны Если в начальную школу Прибавить год То тогда Дети придут С лучшими навыками И легче войдут В интенсивный Школьный процесс А если прибавить В старшем и среднем звене То вот этот напряженный год Который полностью посвящен ЕГЭ У выпускников Одиннадцатых классов Он пройдет легче Потому что будет Больше времени на учебу Ну и конечно Приводились примеры Разных стран Где даже Белоруссия Например Уже тоже На 12-летке Не говоря уже О других западных странах Что вы думаете Как учитель С каким стажем Напомните Я давно наблюдаю Что как только Начинается осень Приближается 1 сентября У некоторых происходит Некое обострение И это обострение На протяжении уже многих лет То предлагается Сдвинуть начало учебного года Давайте начнем Не с 1 сентября А с 1 октября Давайте удлиним каникулы Или сократим летние каникулы Удлиним зимние каникулы И масса других предложений Вот это как раз Из того разряда Когда люди Делать нечего Когда нужно решать Глобальные проблемы В образовании Нужно вбросить что-то такое Чтобы отвлекло людей От серьезных вещей Нет, ну такие вещи Ведь тоже надо обсуждать Ведь не говорится Что завтра мы введем Начинаем обсуждать Согласен Ну давайте порассуждаем Вот что значит Ввести 12-летнее обучение Во-первых Начнем с того Что нужно перекрыть Все учебные программы Раз Это уйдет сразу Несколько лет Это два На это потребуется Колоссальное количество средств Три допустим Дальше Нужно пересмотреть Все учебники Это огромная масса Средств И так сказать Нужны огромные возможности Для этого Но это не самое даже главное Нужны учителя Их нужно Сразу гораздо больше будет А их сегодня Не хватает у нас Где это все И кто это Вот если говорят О 12-летнем Образовании То кто предлагает Какие вещи Никто это не предлагает Ничего Вот я Был на этом Так сказать Совещании 15-го числа Областном И там были представители Министерства Был даже представитель Администрации Президента Которые якобы Там должны быть Вот на этом Клубе учителей Были Их нужно решать В первую очередь Решить нужно Вопрос именно кадровый Если мы кадровый вопрос Не решим В ближайшую пятилетку Никаких других Уже посылов К развитию образования У нас не будет Но Анатолий Михайлович Если мы будем С вами говорить Только об этих вопросах Сколько садиков И сколько кадров То есть все остальные Тогда вопросы Касающиеся образования Мы чего Когда Через 100 лет Начнем обсуждать А все зависит От учителя Что значит От учителя Почему мы не можем Сейчас начать Обсуждать 12-летку Да мы можем начать Все что угодно Но это нереально сегодня Понимаете Это нереально Хотя бы назвать Что нужно для того Чтобы продолжить обсуждение А если вы предлагаете Его задвинуть вообще На край стола Так мы никогда Не дойдем Вы сколько лет учились Вы сколько лет учились Десять лет Вот десять лет Вам хватило Не знаю Может я бы еще и 12 Получила Да можно и 15 Получиться Но цель то какая в этом Цель то какая ставится Но ведь мир то движется вперед А какой мир движется Куда он движется Весь Весь мир Анатолий Михайлович Движется вперед Сейчас интенсивность Давайте мы вспомним Что в 19 веке Тогда было Подождите Интенсивность обучения Выросла во много раз Благодаря той же самой Информатизации образования Вот о чем речь идет Интенсивность Значит мы можем За короткий срок И нагрузка большая За короткий срок Мы можем Гораздо быстрее Научить ребенка Многим вещам Про то что Нагрузка Это давно уже сказано О том что Извините Мы мало нагружаем Своих детей Мы мало Дураки они там все На западе что ли Анатолий Михайлович Что они 12-летку Себе вводят Ни российские Ни ЕГЭ Ничего И это нам навязали Всемирный банк Так сказать Это все сделал И мы это все Тащим и выполняем Зачем нам это все делать Я не знаю Не надо обсуждать 12-летку Я не про то что Не надо обсуждать Но понимаете Нужно обсуждать Не в таких условиях Не просто так Вбрасывать Перед началом учебного года Когда совершенно Другая тематика Зачем это делать Отвлекать людей Я считаю что это Совершенно неправильно Было не место и не время Конечно Не место и не время Нужно решать это В совершенно других условиях Спокойно Надо перспективу Понимать Что для этого потребуется Сколько это будет стоить Наконец Что говорить толку От этого Никому легче не сказать То есть начало исследования Конечно Зачем Понятно Значит Анатолий Михайлович Чурин У нас сегодня В особом мнении Еще одна история Которую мне хотелось бы С вами обсудить И понять Зачем это делается Я сейчас ее обозначу Потом мы уйдем на перерыв И обсудим с вами Министерство образования Предлагает вести В кировских школах Регионоведение Это федеральная тоже история Ввести новый предмет Регионоведение Знание традиций Культуры родного края Гордость за него Что может быть эффективнее Для закрепления молодого человека В регионе Это заявила Замминистра образования Кировской области Ирина Воронкина Когда ее попросили Прокомментировать А зачем Собственно Этот новый предмет Вот ваше мнение Мы хотим услышать И услышим его Буквально через полторы минуты Продолжаем разговор Это программа Особое мнение У Светланы Занькова Микрофона А напротив меня Анатолий Чурин Советник губернатора По вопросам образования Депутат областного Законодательного собрания Кировской области Итак Минобор Предлагает ввести В кировских школах Регионоведение И таки введет Как вы думаете Анатолий Михайлович Вот понимаете Я специально заинтересовался Термином Регионоведение В свое время Мы пытались Не только пытались А успешно работали В предмете Краеведения Мы разрабатывали учебники Готовили учителей И так далее Так вот Я нашел такую вещь Что регионоведение Это сегодня Один из предметов Стандарта высшего образования Специально Созданный Вот последние годы После выхода Соответствующего Закона О региональной политике То есть Сегодня Регионы Страна разделилась На регионы Сегодня нужно понимать Как эти регионы Развиваются Студент Который выходит Из стен вуза Он должен прекрасно понимать Что он В каком регионе живет Как взаимодействует Его регион С остальными регионами И так далее Тем более В свое время Была опасность Что страна распадется По региональному признаку Поэтому Я честно говоря Не понял Когда услышал Вот о том что Не понял Для чего вводится Вот это новое слово Ведь собственно говоря Все остается По старому И те вот фразы Которые Говорила замминистра Мы их повторим Знания Традиции Культура Родного края Гордость за него Что может быть Эффективнее Для закрепления Молодого человека В регион Она видимо Не сегодня родилась И поэтому Не понимают Что это всегда Было В работе школы В работе Педагогических коллективов Прививать Знания О своей малой родине Люди которые Подождите Объясните мне Анатолий Михайлович Люди которые Уезжают с малой родины Они что Не знают традиции И не гордятся За свою малую родину Да почему Они теперь кто Да вот именно Гордиться должны Они потому что Здесь выросли Я не знаю Это все Поэтому я считаю Что это Это опять же Вброс какой-то Непонятный Для чего Так ведь это Федеральная опять Инициатива Я не знаю Это федеральная Инициатива Федеральная Ну так ведь Не всякую инициативу Федеральную Нужно сегодня Вытаскивать на свет Божий Как говорится Голова-то Должна быть у кого-то Здесь на месте Поэтому вы Исходите из того Что для этого Нужны средства Для этого нужны люди Для этого нужны специалисты На какой конец Нужны учебники И так далее Прежде чем говорить Вы подготовьтесь А потом обрасывайте Анатолий Михайлович Вот мы регион наш Как изучали всю жизнь У нас было природоведение Природу края изучали На литературе На истории На культурологии То есть в разных курсах Были темы специальные А всякие разные мероприятия Школьные и внешкольные Там посвященные Но сейчас нужно В новый предмет С целью какой Что человек оставался В своем регионе Закреплялся Это совсем уже Так сказать Что тогда Окей Что вас Что вы Человек С огромным опытом Жизненным Человеческим Педагогическим Отцовским Считаете Действительно Могло бы повлиять На закрепление Молодого человека В регионе Да это элементарно просто Сегодня я получил образование А завтра мне дали работу Которую меня интересует И я останусь здесь С удовольствием Я буду здесь работать Буду приносить пользу Но вы дайте мне эту работу Мы не даем эту работу Вот я прочитал В докладе Вернее Услышал в докладе Министра Нашего образования О том что 37 процентов Выпускников Вузов И техникумов Подали документы За пределы Кировской области Они почему подают туда Да потому что Они здесь себя не видят Им здесь места нет Вот и все Только поэтому Я вот очень часто слышу Что молодые люди Особенно когда Обзаводятся первыми детьми Говорят я хочу Чтоб мой ребенок Рос Там где есть Классные детские площадки Прекрасная Инфраструктура Парки И так далее Это тоже верно Это все правильно Обустроенность Зависит И так сказать И места Потому что Когда ты молодой Ты хочешь работу У тебя работа Стимулирует А когда у тебя Появляется семья Ты понимаешь Что твоя жена С коляской Лучше бы гуляла В комфортном Ну вот мы Мы с вами С чего начали С чего мы начали Вот это мы Так сказать И говорим О том что В Кировской области Нужны такие точки роста Которые бы Так сказать Позволяли Молодежи надеяться На что-то И поэтому Напрасно Они сегодня Вот даже В том докладе Который я услышал На 15 августа Призывают Начать профориентацию С 6 класса Ребята Это вчерашний день Это вчерашний день Что значит Профориентация Сегодня В условиях Когда у нас Капиталистическая экономика И говорят Что образование Должно работать На экономику Я никак этого не понимаю А почему экономика Не должна работать На образование С 6 класса Профориентации 6 класса Профориентации То есть Нужно вбить Подростку Девчонки Или мальчишки С которыми Работать каменщиком Вот каменщиком Или там допустим Не знаю Кем еще Врачом Или там Прочее Ну это Это уже Так сказать Выходят какие-то Определенные Запределы И это Выдаются Такие перлы Выдаются На августовском совещании На областном совещании Что ребята Вы должны Это осталось Поводом Насколько я знаю Увольнение Директора Клёна О том Что он не выполнил Якобы указание Зампреда правительства О том Что все выпускники Должны пойти В медицинский университет Завтра еще А куда ушли ребята Из Клёна Они уехали Куда они ушли Каждый по-своему У каждого свое Предпочтение оказалось Они же Наверное готовились Они уехали В ведущие вузы страны Да Уехали Они уехали не за границу У них уехали в союз Медицинские То же самое Наверное И его уволили И его уволили Сегодня сидит человек Без работы С двумя детьми Маленькими девочками И это сегодня Никого не волнует Вот понимаете Все разводят руками А что мы сделаем А что учительское Это сообщество Оно вообще никак Не консолидируется Я не знаю Это наше учительское сообщество В защиту Своих коллег Ой Если считают его Несправедливым Все боятся У нас сегодня Такое руководство Такое Что все боятся Боятся остаться без работы Есть человек Который сегодня Как малый фюрер Знаете Я так назвал бы человека Который установил Такое Отношение В отрасли Сейчас как привлекут Как привлекут За такие выражения Не назвал фамилию Эти Могу и назвать Так Ну Значит Не поддержит Учительское сообщество Своего коллегу Несправедливого Не знаю Не знаю Если так считается Общество Да Это ведь Судьбы можно случиться И случилось уже не с первым Кстати И поэтому я тоже Удивлен Что так Коллеги сегодня Бросают своих Товарищей С ними Расправляются И это обидно Просто честно говоря И обидно А ситуацию Сугубляется В этом отношении Или она Более-менее Ровная Стабильная Вот такая ситуация Которую вы говорите Если не выполняет Директор школы указаний Руководства Вышестоящего Его увольняют Да уж Таких случаев было не одно Не один случай Такой был Поэтому И увольняют не только за это И за другие вещи увольняют Лишь бы избавиться от кого-то Поэтому я не понимаю В этом деле Нужно беречь кадры Тем более Что им не так и много Вы в открытую говорите Этому человеку О котором сейчас идет речь Еще одну тему с вами Обсудить И она мне кажется Важной Значит Учащиеся старших классов Учащиеся старших классов Мы должны не только Знакомить с системой Государственного Муниципального управления Но и привлекать К практическому решению Актуальных для муниципалитетов Регионозадач Инструменты для этого На основе инициативного Бюджетирования Существуют И уже получают Положительную оценку В педагогическом сообществе Подобные проекты Уже реализуются В ряде Российских федераций Речь идет О ППМИ По факту Проекте поддержки Местных инициатив Инициативное бюджетирование Только без софинансирования Поскольку дети Об этом кстати сказал Дмитрий Александрович Курдюм Как вы считаете Молодые люди Старшеклассники Например Получая паспорт Я себе так представляю Для них полезно было бы Поучаствовать в таких инициативах Вот этот инструмент Как мог бы сказаться На Действительно Кого вклад бы мог внести В развитие молодого человека Я считаю что Вы знакомы с проектом поддержки местных инициатив? Я считаю что это было бы полезно Потому что у молодежи бы Раскрылись глаза на многие вещи Они посмотрели по другому Потому что на самом деле Это вопрос очень серьезный Как Но я На какие вещи раскрылись бы глаза? Я в свое время думал над тем Вот Инициативное бюджетирование То есть нужен и бюджет соответствующий Инициативный Как бы такой иметь Чтобы финансировать Бюджет само собой должен быть какой-то Да Какой-то А почему этот бюджет не может быть Инициативным бюджетом? Вот сегодня районный бюджет Формируется Он как формируется? Он должен формироваться С участием населения данного района Потому что деньги Бюджет выделяет для развития Вот своей, так сказать, территории В данном случае Но мы-то говорим сегодня Немножко на другом Давайте сконцентрируемся Конкретно На школьной стороне Ваше мнение про пользу Или не пользу Инициативное бюджетирование Для школьников? Ну подробнее все Я не буду оспаривать Польза наверняка будет А в чем она? В том, что я еще раз говорю Что это расширяет Кругозор школьника Старшеклассника На многие вещи Прежде всего Развитие муниципальной власти Муниципальной экономики И так далее То есть земли конкретно На которой он живет Если мы говорим сегодня Как раз о регионоведении Так вот это как раз Одно из проявлений того Ну вот Или краеведение По-разному можно называть Поэтому Сказать против Я ничего не могу Но с другой стороны Опять же Вбрасывается Это как вот Для пиара это делается Или это на самом деле Будет вычисляться Может быть не знаем Это будет или не будет Или уже просчитано Что-то или сделано Это опять вброшено И больше ничего Я за эти 4 года Уже наслушался Столько всякого рода Так сказать Вбросов И ни одна Эта идея Не осуществлена Толк вот от этого Хотя есть реальные вещи Которые нужно бы Реализовать И не давали бы Так сказать Отдачу А давайте мы сейчас У нас остается 15 секунд Давайте мы сейчас Проголосуем Я вам вот в этом Ввести регионоведение А на него тоже нужны Деньги, ставки И так далее Или ввести Инициативное бюджетирование Для школьников Кировской области Вот когда будут просчеты И когда будет ясно Понятно Для чего Все плюсы и минусы Сложили и сравнили Я бы лучше со вторым Так сказать Инициативное бюджетирование Этим бы занялись Потому что задача Это одна и та же Это закрепление Молодого человека В регионе Только через Разные инструменты То есть нужно просто Показать За счет чего И как это все Будет делаться Анатолий Чурин Его особое мнение Жаркое Сегодня мы выслушивали Советник губернатора По вопросам образования Депутат областного Законодательного собрания Анатолий Михайлович Мы поздравляем Друг друга С началом 1 сентября Спасибо И всех кто причастен К этому дню А причастны абсолютно все Да Я прежде всего хотел бы Конечно поздравить учителей Учителей Потому что у них впереди Марафонская дистанция И эта марафонская дистанция Неизвестно чем закончится Потому что Настолько она сегодня напряжена Настолько много всяких вещей Мы еще не говорили с вами Об очень сложной теме О зарплате учителя И так далее И так далее Но тем не менее Не хочется их поздравить Потому что они герои Сегодняшнего дня Без них Не было бы сегодня нашей страны Ну а вместе с ними И мы Простые граждане Родители Отцы Матери Деды Бабушки Мы тоже болеем за школу И нам не безразлично Того какая она будет И нам не безразлично Кто сегодня эту школу управляет Как эта школа будет Развиваться Вот об этих вещах Надо больше говорить Надо смелее говорить И не затыкать рот людям Которые имеют Свою точку зрения Спасибо Анатолий Чурин Программа Особое мнение Меня зовут Светлана Занько Всем доброго дня Особое мнение На 101FM